На канале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня у нас вопрос, такой непростой вопрос для многих православных людей, поскольку тема эта является такой смутительной часто для православных людей, почти табуированной. С какого возраста можно говорить с детьми о сексе? Хотя при этом ничего сложного в ответе на этот вопрос на самом деле нет. Ответ будет очень простой. Вообще на эти темы надо говорить с детьми тогда, когда дети начинают этим интересоваться и в том случае, когда они готовы вас слушать на эту тему. То есть опережающее развитие, то есть говорить об этом с маленькими детьми, с детьми, которым эта тема непонятна, неясна, конечно не стоит. Хотя если ребенок с самого раннего возраста становится свидетелем того, что в животном мире эта тема тоже существует. Например, самые маленькие дети, выезжающие на дачу, могут интересоваться насекомыми, спаривающимися, кошечками, собачками, задавать вопросы взрослым. Здесь важно избегать смущения. В разговоре на эти темы, если вы готовы и хотите с детьми поговорить, не нужна излишняя серьезность, особенно в младшем возрасте. То есть об этом надо говорить между делом. Не краснее, не бледнее, не смущаясь, не читая развернутых лекций, просто спокойно, коротко, отвечая на вопрос, что происходит, или на вопрос, откуда берутся дети. Часто еще маленькие дети задают такой вопрос. Не надо говорить, что они берутся из капусты или что их приносит аист. А можно прямо сказать, что папа любит маму, а мама любит папу. И из их любви, из их обнимашек, здесь не нужны никакие анатомические подробности, что появляются дети. И действительно, если дети являются свидетелями подобных действий из животного мира и тоже спрашивают, а что происходит, вот можно коротко, спокойно и достаточно быстро, уйдя из этой темы, детям на этот вопрос ответить. Вообще большинство детей на самом деле узнают и получают информацию на эти темы не от родителей. Почему-то они интуитивно как-то боятся и чувствуют, что родители будут напрягаться, если ребенок будет их об этом спрашивать. Поэтому вот это очень важное для родителей правило, не напрягаться, когда вас об этом спрашивают. В определенном возрасте, в предпереходном и в переходном возрасте для ребенка тема интимных отношений, сексуальности, собственной сексуальности, собственного пола становится очень важной. Здесь тоже мера того, о чем и как вы можете со своим ребенком поговорить, очень сильно зависит от того, насколько у вас вообще есть контакт с вашим ребенком. Мне кажется, дети в современном мире узнают и знают гораздо больше и раньше, чем родители думают, что их ребенок об этом, как бы этим вопросом интересуется и что-то на эту тему знают. В большинстве случаев, когда родители вдруг замечают, что ребенок начинает интересоваться этой темой, они уже достаточно сильно опоздали. И ребенок очень много чего знает. Поэтому, мне кажется, нужно вот в разных ситуациях, в разных случаях жизни, как я уже сказал, ситуативно, говорить на темы добрачных отношений, на тему верности, на тему любви. Нужно смотреть и комментировать фильмы о любви. И какие-то есть неплохие и наши старые фильмы, и современные, может быть, иностранные фильмы, разные, в которых тема любви в полноте представлена. И опять-таки здесь тоже не нужны и не требуются анатомические подробности. Не нужно читать лекции с картинками, разворачивать схемы и заниматься таким сексуальным просвещением, как это думают некоторые родители. Большинство детей все эти картинки давным-давно видели, посмотрели, и, собственно, физиологию процесса представляют не хуже самих родителей, которые собираются с ними об этом разговаривать. А уж за силе эротики или порнографии об этом говорить страшно. То есть такую физиологическую сторону дети знают. Поэтому говорить нужно, как я уже сказал, о добрачном воздержании, объясняя смысл этого, глубокий и христианский, не просто запрещая, не просто ставя какие-то рамки или границы, а глубоко и серьезно объясняя, почему этого делать не нужно. Говорить о верности, говорить о том, что главное в отношениях – это не секс, не физиология, а это любовь, верность, доверие, совместное создание семьи и так далее. И не бояться этих тем, не бояться отвечать ни на какие вопросы. Некоторые дети могут задавать прямые вопросы. А у тебя как с этим? А что с тобой? Что у тебя было у самого в детстве, в юности? Особенно тяжело бывает отвечать на вопросы людям, у которых это не единственный брак, которые живут вне брака, если это внебрачные дети. Но и здесь надо достаточно честно отвечать как есть. Детям врать нельзя в этих вопросах и не нужно нагонять ханжество. И самое главное – нужно молиться о том, чтобы ваши дети избежали тех искушений, которых они бы не смогли преодолеть. Потому что никакими человеческими средствами же в современном мире мы не можем уберечь детей ни от пагубного влияния всей этой современной эротико-порнографической культуры, не сможем уберечь их и от тех чувств, той ранней любви, которая иногда может заканчиваться и подростковым сексом. Нужно молиться о том, чтобы Господь уберег наших детей и от тех встреч возможных, и от тех контактов, как в живой жизни, так и в интернете, чтобы Господь оберегал их сердце от ранних увлечений. Вспомним Ромео и Джульетта. Никакие родители не могли их остановить, а им было по 14 лет в этом подростковом тяжелом возрасте, когда чувства настолько сильные могут быть и всеобъемлющие, что никакие увещевания, никакие разговоры не способны будут наших детей остановить. Только молитва родителей, мне кажется, способна их от этого уберечь. С Божьей помощью будем надеяться, что наши дети, если они действительно еще и ходят в храм, участвуют в церковных таинствах, сумеют пройти этот сложный путь своего взросления, в том числе и сексуального взросления, без больших потерь и утрат. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok